Президент ПМР Вадим Красносельский обратился к народу Приднестровья в связи с распространением в стране коронавируса. Уважаемые приднестровцы, дорогие соотечественники, мое обращение к вам на сегодняшний день совершенно понятно. Это распространение коронавирусной инфекции, пандемии COVID-19 во всем мире, в том числе и в Приднестровье. Вы все являетесь свидетелями пандемии, вы все владеете информацией. И вот на основании уже тех источников, которые есть в сети, интернет, по телевидению и других источников массовой информации, можно сделать следующий вывод, что на сегодняшний день известны два сценария распространения коронавирусной инфекции. Это азиатский сценарий и европейский сценарий. Возможно, после появятся еще и другие сценарии, но пока мы можем рассчитывать только на два варианта – либо азиатский, либо европейский. С чем связан азиатский сценарий? Это, конечно, и заболевшими, это и умершими, но в то же самое время в жестком принятии карантинных мер и в жесткой изоляции самодисциплины людей, что позволено в минимальные сроки ликвидировать пандемию именно в азиатских государствах. Что показал европейский опыт борьбы с коронавирусом? Это несвоевременное введение карантинных мер, отсутствие жесткой изоляции, жесткой дисциплины на начальном этапе, что привело к большому распространению заразы коронавирусной, ну и, конечно же, связано с большим процентом гибели людей. Поэтому у нас есть выбор. Если говорить вообще о коронавирусе, это новый вызов всему человечеству. Всегда в мире происходили события, которые делили время на до и после. Это войны, это катастрофы, это революции. И вот в настоящее время мы являемся свидетелями нового вызова. Это пандемии, это эпидемии COVID-19, которая тоже уже разделила время на до и после. Что делать нам? В непростых условиях, в условиях Приднестровья. По какому пути пойти нам? Какой выбор сделать? Наверное, выбор во многом зависит от цели. А наша цель в максимальной степени сохранить здоровье людей и жизнь людей. Это цель. Поэтому те средства, которые предпринимаются, оправданную целью – сберечь жизни и здоровье приднестровских граждан. Поэтому в Приднестровье еще 31 января этого года, согласно указу президента, были приняты меры по недопущению в Приднестровье граждан с дальнего зарубежья. Именно в тех государств, где были выявлены первые очаги COVID-19. И меры были своевременными. И мы ограничили доступ, тем самым не дали возможность на ради стадии распространения у нас данной болезни. Хотя при этом мы слышали критику. И от европейских структур, и от молдавских руководителей, что, мол, не надо. Преждевременно. Проблем-то нет. И не будет проблем. В этом была их халатность. И за это они, наверное, уже и поплатились. 2 марта мы создали уже оперативный штаб. Со 2 марта я взял, как президент, прямое управление процессом по свою личную ответственность. Это тоже было сделано, по сути дела, своевременно. 16 марта был введен режим чрезвычайного положения. Указом президента. И уже 18 марта депутаты Верховного Совета утвердили правовое положение данного указа. 1 апреля мы продолжили данный особый режим, чрезвычайное положение и усилили меры карантина. Я, уважаемые преднестровцы, прошу вас относиться к этому с пониманием. Это не ради галочки. Не ради какого-то формального принятого решения. Это сделано ради вас. Никакой указ, никакой закон не может заставить человека быть ответственным. Все зависит от конкретного гражданина, от его сознательности, от его дисциплины и от его понимания существующих проблем. Прежде всего, хочу обратиться к работникам здравоохранения. Конечно, основную нагрузку, основной удар получите именно вы. Вы находитесь в первой линии обороны. Вы первым встречаете опасность. Поэтому я, как президент, изначально стал требовать защиты работников здравоохранения. И благодаря нашей самодостаточности мы сумели в кратчайшие сроки произвести маски, защитные халаты, будем расширять возможности распределения нагрузки на все Приднестровье, чтобы не только Слободзея чувствовала эту нагрузку и этот удар пандемии COVID-19. Волна, конечно, захлестнет. Конечно, будут заболевшие. Конечно, будут и потери. Это факт. Уже потери есть. Но в наших силах это минимизировать. В Молдове, в признанном государстве, уже заболело 80 врачей. 80. Это большой процент. Это большое количество. Поэтому еще раз обращаюсь к вам. Думайте о себе. Будьте профессионалами до конца. Встречая опасность, будьте к этому готовы. Не пренебрегайте элементами защиты. Не ставьте под удар себя свой коллектив и своих близких. Кроме того, не только, конечно, работники здравоохранения участвуют в мероприятиях по ликвидации и последствий и минимизации последствий по коронавирусной инфекции. Это сотрудники МВД, это сотрудники иных силовых структур, это сотрудники иных предприятий. Поэтому обращаюсь и к данным сотрудникам, и к их руководителям. Думайте о своих людях. При исполнении служебных обязанностей защищайте своих людей. А сделано уже, в принципе-то, и немало. За буквальное время ведения ЧАЭС, это 16 марта и даже чуть ранее, подвергло дезинфекции более 10 тысяч объектов нашей республики. Из расходов на практически 50 тонн дезрастворов. Проверено большое количество объектов питания, объектов торговли. Граждане, которые прибыли из дальнего, из ближнего зарубежья, уже находятся в своем изоляции. Существуют жесткие контроли. Работники милиции контролируют именно карантин на территории нашего Приднестровья, оберегая граждан от контактов с потенциальными больными. Работают все от президента до рядового чиновника. Это, наверное, правильно. Только сконсолидировав и засуимитировав управление, жесткое управление, мы можем достичь успеха. Но еще раз обращаюсь к вам, уважаемые граждане Приднестровья. Будьте сознательны. Исполняйте требования карантина. Никто не собирается вас пугать ответственностью за нарушение карантина, хотя ответственность предусмотрена. Я призываю к вашей сознательности, к вашей ответственности и к вашей дисциплине. Помните, именно от вас, от каждого человека зависит жизнь ваших близких, ваших родных, в том числе и ваша жизнь, и ваше здоровье. Никакой паники не должно быть. Те, кто пытается спекулировать, уверяю вас, мы поставим на место. Те, кто будет закатывать истерики, уверяю вас, мы поставим на место. Республика в полном объеме обеспечена и продуктами, и питаниями, и всем необходимым для жизни в условиях пандемии. Ежедневно ведется мониторинг и контроль. Многие коммерческие структуры вышли с предложением и оказывают посильную помощь действиям руководства государства и также нацелены на борьбу с пандемией и несут персональную и личную ответственность за эти действия, которые взяли на себя. И это радует. Радует, что есть неравнодушные люди в этой ситуации. Те, кто может пожертвовать финансы, жертвуют финансы. Те, кто может оказать личную посильную помощь, оказывают личную посильную помощь. Есть врачи-добровольцы, которые изъявили желание быть в первых рядах в борьбе с этим злом, с пандемией. Уважаемые преднестровцы, я надеюсь, что вы меня услышали и уверяю вас, что я буду с каждым рядом, с каждым гражданином преднестровской Молдавской республики. Здоровья вам, не болейте, будьте дисциплинированы и ответственными. И вместе мы с минимальными потерями сумеем побороть этот вызов. Сохраним и преднестровский народ, и преднестровское государство. Спасибо за внимание. Редактор субтитров Продолжение следует...